Добрый вечер, уважаемые Криворожане! Началась новая рабочая неделя, и наш родной Кривбаз живет и работает нормально. Работает вся инфраструктура, работают коммунальные службы, промышленные предприятия, бизнес, все социальные службы. Все это такая вот, хоть и прифронтовая, но нормальная жизнь. Возможно, благодаря героизму наших вооруженных сил, которые сражаются на дальнем периметре, на самом опасном южном направлении. Это в границах Херсонской области. На территории Криворожского района и Днепропетровской области врага нет. Ситуация полностью контролируется ВСУ и военной администрацией. Ведется усиленное патрулирование города. Но продолжаются обстрелы ракетами и системами залпового огня. На нашем дальнем периметре обороны сегодня были обстреляны населенные пункты, как освобожденной части Херсонской области, так и на границах Криворожского района. Орки издалека бьют по мирным гражданским объектам на всей территории страны. Сегодня во Львове попали в шиномонтаж, есть погибшие. В Днепровском районе нашей области, в мирный дачный поселок, погибших, слава богу, нет. В Харькове обстреляли территорию детских площадок возле жилых домов. Погибли мужчина и женщина. Вчера у нас стреляли по мирному Марьянскому. Погиб гражданский мужчина возле своего дома. Подвязывал виноград. Не знаю, с какого перепугу Орки определяют такие цели, но ждать от них можно всего чего угодно. Мы уже в этом убедились. Поэтому крайне убедительная просьба. Вот еще раз прошу. При сигнале воздушной тревоги следуйте в укрытие. Сигналы воздушной тревоги даются и в приложениях, и в официальных каналах, и в мессенджерах. И по местным каналам телевидения и радио. Берегите себя, пожалуйста, своих детей и своих близких. Также тщательно соблюдаем правила светомаскировки. Я уже предупреждал объекты бизнеса на прошлой неделе. В каждом районе были проведены проверки, и в каждом районе были выявлены нарушители. После проведенных разговоров многие поняли свои ошибки. Для тех, кто не понял, больше разговоров не будет. Просто будем отключать от сетей. Это общая безопасность города и криворожан. С сегодняшнего дня комендантский час в городе стал меньше. С 22 часов вечера до 5 утра. Но соблюдать все правила также надо неукоснительно. В целом хочу отметить и поблагодарить криворожан за высокую ответственность и дисциплину, которую вы проявляете все 54 дня войны. По-прежнему сохраняем выдержку, спокойствие, верим в наши вооруженные силы, нашему президенту и официальным источникам информации. Из хороших новостей. Наш земляк, ветеран АТО, бывший боец 40-го батальона Кривбас, Василий Стуженко завоевал серебряную медаль по стрельбе из лука на всемирных играх Нескоренных в Гааге. А команда украинских лучников заняла второе место. Это очень высоко. Поздравляем. Все криворожане, кто сегодня на фронте, кто работает в тылу, кто помогает нашим защитникам, мужественные люди. И мы обязательно победим. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине.